Председатель комитета по аграрным вопросам Государственный Дума рассказал о том, как сельское хозяйство страны собираются сделать мировым лидером. Николай Панков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. В частности, он остановился на принятом бюджете страны на 2015 год. В нем предусмотрели дополнительные средства на развитие аграрного сектора. Депутат Госдумы уверен, что меры, которые сегодня принимаются для поддержки сельского хозяйства, сведут на нет все возможные последствия санкций. Нам действительно объявлена война. Это информационная, это идеологическая и это продовольственная. Поэтому стабильность в государстве, которое обеспечивает президент, обязывает все органы власти и всех россиян сплотиться вокруг идеи национальной. И мы проголосовали за этот бюджет. Большое внимание будет уделено строительству логистических центров. Это поможет фермерам, которые работают в глубинке, выходить на крупные рынки сбыта. А значит развиваться. Сегодня для них нерентабельно предлагать продукцию в населенные пункты, которые располагаются далеко. В Азинском районе или Волгайском вырастить тоже мясо КРС или один литр молока сбыть тяжело. Поэтому пока он его до Саратова довезет, это будут большие затраты и издержки. Да и летом это фактически сделать невозможно. Поэтому государство говорит о том, что оно будет создавать логистические центры и центры хранения и переработки первичной продукции. Добиться улучшения ситуации в аграрном секторе будет нетрудно. Уверен депутат Госдумы. Российские производители и так обеспечивают всю страну едва ли не на 100% товарами первой необходимости. Мясом, молоком и крупами.